Ни вас, ни вашего заместителя, никого не было в Садуговой. А сегодня вы мне говорите, что я здесь делаю? Она мне ферографию спрашивает. Правильно мама сказала? А когда мы там ремонты сами делаем, не заходим в группу? У нас же никто не спрашивает ферографию. Если вы можете в санкнишню ходить. Санкнишня нужна для того, чтобы зайти на кухню, где идет процесс приготовления пищи. Потом, когда она выходила с работы, она мне вот так сумку показывает, Проверять будете? Конечно, я порылась у нее в сумке, блин, дрожащими руками. Я просто не могу этого делать. Мне пришлось. И она ушла домой. Ну, прядки они выносят сразу после окончания рабочего. Потому что там схема наверняка сложнее. Это все. И только там надо менять. Потому что если хоть один останется, эта система будет продолжаться дальше. Всех. Одного. А вы хотите только поварок уволиться? Ну, рыба, это не странно. Вы там что-то каково как бы держите. Поварок. Ну, сейчас еще много раз. Это же лорка. 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 Рыба. Тут хотят, понимаешь? Это же лорка. Минимальный внук потерянный. Это же лорка. 100%. Первый в комнате зале ответственный – это директор. Конечно. Не надо перекручивать папку. Второй – это медсестра. Директор, вы имеете в виду заведующий. Да. Конечно. А проверяющая служба нашего города Теплодар – это нет? Это не их работа, не их работа. Мы проверяющие. Мы контролирующие. Это же у нас еще месяц Новый год. Работает дельфины. Норма торчевания. То есть главное, чтобы она придет? Мы пожуржала, конечно. Ну конечно. Она все равно достала какие-то письмники, которые я не понимаю. Иначе у него норма. Я говорю, вы мне это не объясняете. Я вам хочу сказать, что если бы наши службы были заинтересованы, чтобы там все прикрыть, то вчерашнего дня мы не были. Значит они заинтересованы не прикрыть, а в другом. Ну в чем? А я не заинтересована за прикрываться. Да? Ну если честно, я не знаю как в этом случае было. Значит делайте так. Утром предупреждается всех, будет проверка с родительскими. Я не предупреждает. А вы чтобы подошли предупреждать. Потому что вы предупреждали. А все уже с погодом. Да, они дальше не предупреждали. Делайтеいい. Ну, у меня все дела. На самом деле я не знаю, что лапа не пила. А она может подделиться просто так. В любое время. А если вы почти были. Вы, конечно, не сказали. Назвенно с инициативой. Мы, естественно, с каждым не отказались. за 10 дней вы их еще и предупреждайте не забывайте ну так это не проверка это не проверка это называется генеральная уборка в садике и в школе это называется генеральная уборка но это не проверка это первый раз рейд называется первый раз благодаря родителям больше такого с вашей стороны не было а вы туда вообще раньше не видели его не было тут только была вот эта и поломана холодильная камера и берет ну например я не сказала разберите и сдайте дей что там приберите все чого мы понимаете ваша это ваша обязанность вы не имеете права отказать садик один надо как-то сделать систему мы не можем каждый из нас работает у меня трое детей да вообще мать многодетная у остальных тоже не мешает с работы это мы должны проверять садик и школу а по школу я вообще молча должны вообще образовать вот когда мы там ремонтируем все и если мы садик мы покупаем в кухню мы покупаем в кухню я тоже не могу понять я тоже не могу понять что они ездят они ездят и покупают все за школу почему там дают а нам никто ничего не дают а вот детки в школах все дают прикидываешь почему там дают в кухню да не нравится объяснить туалетную бумагу лампочки девочки лампочки даже светильники все за счет родителей туалетную бумагу все что-то делать если мы не будем делать и всем будет безразлично ну как почему что-то делать это лучше не станет ничего вообще вы же не думаете что там лично против кого-то я просто ну нужно сознание пробуждать вот таким да вот таким методом вот таким вот жестокий эти шутили в статик не отравились а потом они в школу будут ученые в теоретики мы отдаем в руки это потому что они были накормлены и два дня будет вообще голодная вообще не ела два дня будет вообще не ела пока готова пока можно ехать и у меня так же целая помощь на статике и голодная хорошо понятно все что было воровство дети не доедают не доедают вообще нельзя почти нет вы понимаете в чем дело что то что они не доедают а съедают дети процентов тридцать наверное ешьесят выносятся ведрами свиньям на дачу понимаете то есть заинтересован что наши дети не ели понимаете принесли продукты в столовую отполовинили прикосновили больше все кто к этому причем причина в первую очередь я больше чем вернусь и во втором гадике то же самое если у меня нет заинтересован не медистрат а сейчас не да марина Покажите девочки, покажи украинский борщ, шеф-повар, шеф-повар, конечно. У меня есть законы, я сфотографирую, я сфотографирую и читаю. Мясо. 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 Это очень простая вещь, да, но повар, может, не взять, не повар, шеф, не заведующий, ничего, и потом уже идёт степень, а что вы говорите, им это очень рано. Нет, я говорю, что может повар какой-то есть в порядке, может, и не берёт, значит, это не знаем, а вот, допустим, заведующий, шеф-повар и так далее, это всё одна шагировка. Есть там хотя бы из четырёх поваров, два повара, нормально, которые могут остаться. Они уже знают систему, понимаешь? С кем? Да они, они научат другим. Кто у нас ещё там? А кто там за складом? Вот это, которая складом? Ну, это, по-моему, там самый порядок, чтобы человек визуально был. Она спокойно нам объяснилась. Вчера вы выявили меню раскладки. Что на складе, что на тому. Так, хорошо, вот эти люди, да. Давайте теперь мы берём комиссию, которые будут приходить каждый день. Ну, может, не каждый день. Это нужно по каждый день, как на работе, по каждый день. Я считаю, если нужно... Это родительский комитет, с каждой группой, с каждой группой. Пусть будут флюорографии у них, да, на руках. Которые могут внезапно зайти на кухню в любой день. Что они там увидят, скажи? То же самое, что вы вчера нашли. Ну, это надо... Я спрашиваю, что они видят. Они видят вы конфорции. Что там, где жить? То же самое, что вы увидите. Понимаете, если контроля не будет, то через год будет то же самое. Через два года будет то же самое. Ну, надо не допускать... Ну, там, где-то из жительского бедро, понимаете, что я не спрашиваю? Дети всё это не съедают. Не думаю, ни одна мама не просит. Пусть они там поедят, пусть в воспитатель поедят. Нет, согласен. Без проблем, понимаете? Но это уже просто такого, что перешло в тиран. Давайте, чтобы быть вкусной мать. Кто у нас может проверять из ваших работников? Кто должен? Ну, у меня бухгалтер. Ну, кто должен? Она в бухгалтерию переверяет. А вот это каждый день ходить, то это выборщик. Да, есть люди, есть четыре... Хорошо, мама согласна. Я согласна сделать... Давайте сделаем пилет. Так, есть в Батьковской Раде с харчуванием. Помимо того, каждая мама, имеющая бюрографию, заходит на кухню спокойно. Любая. Любая. Это прописка законов. Да, любая. Или предупреждение. В другом садике... В другом садике... Вы говорите, всё спокойно в другом садике, там тоже кухар один звільненный. Тоже кухар один звільненный. Вы просто не знаете. Смотрите, у нас, по-моему, там в садике, когда был Александр Иванович, ходили с родителями на проверку. Там тоже было что-то? Что там было? Мурашок. 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 А? Мурашок. Я знаю, почему я позвонила сразу на горячую вину. Потому что я задолбалась сюда ходить и туда, сюда и туда. Я просто позвонила, а потом пошла проверять. Я была уверена, что в том срать. Поэтому я и позвонила. Хотя до этого я ничего не приняла. Я была уверена. Мы долго ждали ремонт, прошедший. Надо просто сказать, как там устроить садики дежурства. Например, эту неделю дежурит первая группа. Она должна проверить завтрак, обед и ужин. Хоть в один день, хоть в разные дни. Сегодня пришли завтрак, завтрак. Надо собрать все группы в актовом зале. Родительские комитеты. Да. И назначить каждую группу. Ставить дежур. Да. Девочки, вы вообще себя слышите? Вы решайте, как родителям решать эти вопросы. Это вы решили вам. А кто ее решает? А кто ее решает? Да, правильно. Есть контролирующий орган. Мы разговариваем. Почему родители должны этим заниматься? Родители должны ездить на свалку? Нет. Нет, Света. Родители должны ездить на свалку. Родители должны фотографировать и заниматься школой. А что будут делать они? Что они будут делать? Сидеть и командовать и потом расписываться. Никто этого не должен делать. Это должны делать органы контролирующие. Мы сейчас на себя все возьмем. Мы же в паре. Они будут контролировать, а мы будем проверять. Вот так, проверять, а не контролировать, ходить слишком сильнее. Если понять полностью все, там люди побоятся барабать. Ну, первый год, второй год, мы выпустимся. Это будет ненадолго. Все равно есть мамы, которые только пошли, которые пойдут еще. Вот с этого и надо начаться. Есть родительский комитет по контролю питания. Есть? Да, радость корчевания. Есть? Радость корчевания. Вот это радость корчевания, вот они должны это все смотреть, контролировать. То есть, ваших батьков сформованно радость корчевания. Они даже ничего не занимаются. Эти родители чем-то не занимаются. Потому что, когда я пришла в школу в прошлом году и спросила, кто вообще там контролирует, там девочки даже не бывали, те, которые там записаны, они даже не бывали, когда проходит снег. Они даже не знают некуда. А почему этих людей здесь сейчас с нами нет? Пришли люди, которые... Я вообще вчера случайно. Потому что им никто не собирал. Мы пришли, они нет. Я специально нигде обзванивала, не запрошивала, не сказала, чтобы люди прийти. А вот там на боки, в пальмах, детки, все. Хорошо, как вы видите решение? Вот вы стояете? Вы стояете? Только со всеми силами. То, что я выходю, возможно, когда я выходю из кабинет, они знают, что я иду в первый садик. Я всегда говорю, иду в школу, иду в садик. Можливо, пока я выходю, попереджу. Ну, таке попередите. Как вы видите этот садик? Как решить? Я поменяю штат остатиковый, вплоть до заведующих. Те, что контроль за харчуванием должен быть щоденний у заклада, это не печаль батьков. Это печаль людей, которые за это отвечают и получают за это заработную плату. Есть, а это один сестра, где я пришла обратить, попробовать, посмотреть и это будет. Так она вчера зашла вдруг и попробовала. Саша списала. Видит меня, поругалась со мной. Она даже забыла, что надо по встрече детям дали. Хорошо. Увернулась в службу. Все. Вы правильно говорите? Есть люди, которые... Как вы готовы увольняться по статистику? Завтра нужен повар. Да, сегодня... Девочки, тут нужен повар. Детский сад. Перепосадь. Ты мне это говоришь, девочки. Нет, вы как же должны действовать. Не надо никому указаний давать. Я вчера с вами говорила и просила дати мне номер телефона. Будь я кого угодно. Процентризательности много раз. Да, да. Я вам скажу про Глебу Теплодара. Кстати, да. Девчонки, да. Зачем мы за них платим? Мы же платим за рецепт. Смотрите, я вам расскажу проблему Теплодара. Проблема Теплодара, например... Мой брат работает в водоканале, только в Альбовской области. Я его спросил, как вы работаете с людьми, что вы делаете с дружниками. Он не понял вопросов. Там за воду платят все. У нас так, в бары не платят... А почему они сюда работают? Да. Подождите, подождите. Давайте выслушаем. Очень интересно. Я вам скажу почему. Почему у нас дорогая вода? Ну, много вопросов. Давайте. Почему много вопросов? Потому что у нас 26 километров находятся очистные сооружения. У нас вся застарелая вот эти насосы, которые качают. Что вам посоветовал ваш брат и что сказал он о том, что нужно сделать и как улучшить город? Ну, во-первых, у нас две беды. Это отопление, у нас и очистные сооружения. Мы приняли решение. Не знаем, где мы будем брать деньги. Вы знаете, что город живет за счет пополнения бюджета. Значит, люди... Мы открыли швейную фабрику, у меня это было предвыборной компанией. У нас сегодня работает около 30 человек, где было запланировано 600, потом 200. Сейчас хотя бы 100 направлено. Почему люди не идут на работу? Зарплата там в среднем 8-10 тысяч. Я вам скажу почему. Потому что люди работают на домах. Получают такую же зарплату, плюс получают субсидии. Согласны со мной? Где официальная зарплата на швейную фабрику? В том числе теплодарских очень мало. Я уверена, что на 8-10 тысяч зарплаты люди бы очень быстро побежали с вами. Но мы бы не хотели субсидии. Это хорошая зарплата для дома. Пожалуйста, сейчас. Там же таких зарплат нет. Там очень много людей поуходили. И когда я узнавала про какую-то работу, потому что была в джекрете. И мне много людей сказали. То, что обещается, там не платится. Очень много людей поуходило. Короче, девочки, давайте так. Давайте решим, что мы будем делать дальше. Не будем вспоминать, что было вчера. Было вчера? Было. Все, набирается новый штат сейчас. Все начинается заново. Вы контролируете, а мы проверяем уже вас. Простите. Простите. Есть люди, отвечающие за контроль. Первое, это медсестра. Кто медсестру контролирует? Заведующая. Кто заведующую контролирует? Ну, гуалтарья. Буалтарья. Буалтарья. В вести в министерной, ваше тело контролирует. Ну. Причем все суму галтели. Буалтарь… Угалтели деньги считают? Так по бумагам! Ну, понимаешь, с чем-то бумаги. Ну, чтоб по бумагам сумочки прописали! Так по бумагам там все нормально! Как по бумагам все хорошо! Сchucklingю. Ктотожи layering? Хорошо. Хорошо. Кто каждый день приходит, проверяет питание? Медичная сестра. Это не витковитальность. Никто с працовником моего бухгалтерии, и я не должен туда бегать. Чиновники, я не должен жить в первом стадии. Тогда давайте всех поувольняем, я его буду открывать. Это реально. Делайте свое. Не нужно, чтобы я не могу. Не нужно, чтобы я не могу. Не нужно, чтобы я не могу. И та самая музычная школа, которую сегодня... Дай мне так. Дай мне так. Я Слава Николаевна. Вы можете взять тоже. Вот мы вам распечатаем список номеров телефонов. С каждой группы там по маме, которая... У меня есть списки всех групп, только чтобы... Вы звоните и говорите, Анжела, ты сегодня можешь со мной пойти? Я говорю, да. И мы идем вместе. Так само с вашей стороны. Побачили что-то неладное, вы до меня пришли. До нас не нужно ехать маршруткой або добираться на перекладник. Мой номер телефона, мабуть, только в летачево не имеет. Вы вчера звернулись, а что я вам сказала? Рассказывала про вы, рассказывала про наказ, что мы выйдем в перемирь. И когда вы показали, я сказала, нет, это не сегодня, так? Вы не имеете права отказать. Ну что вы тут рассказываете? Вы не имеете права. Они имеют права. Я имею права вас не пустыть на объект. Куда? Просто перемирку и вам указать акт. Да, Анна Сергеевна? Давайте так и сделаем в следующий раз. Вы так сделаете, посмотрим, чем это закончится. Да. Вы до вас вернулись, а я сказала, да, хорошо, я все перевирую и вам доложу. А вас я могу и не брать. Давайте сделайте собранные родители и выберите новый, вот этот, радость харчевания. Куда совершается наказом за битву? Сотрудники меняются? Вольняются сотрудники? Волнуют этот вопрос? Вольняются. Ну, несумнительных работников будем уже учить, контролировать. Да, вы видите, что с 2 серпня я ходу через садик каждый день на работу. Кого вы считаете несумнительным работником? Ну, вот у моих кухарей. Если мы набираем новый штат, каждого несумнительного работника буду контролировать. Не каждый день, я физически не могу. А почему вы должны, подождите, давайте так, почему вы должны контролировать поваров? Кто в садике является главным контролером? Кто? А что будет заведующий вопрос? Уволена, я сказала, уволена. Все уволены по статье. Потому что вы не обязаны контролировать, когда у них последний рабочий день. Всего сегодня. Нет, заведующая, заведующая, заведующая. Она уволена по статье, поэтому если она увольняется по статье, то она может прям сегодня выйти с собой. Да, по статье, но сегодня я по статье не уволю, хоть вот справа поразать, у нас не увольняется. Хорошо, когда мы можем увидеть? Приказы о том, что человек... Да, мы не увольняем, а сегодня так, что он не уволит. Да, что-то не может пойти в траку. А? Так, девочки, мы сегодня можем увидеть приказы о увольнении. Так, чтобы на всякий случай проконтролировать. Ну, в принципе, группа есть, за теплодар, там можно туда. Может тоже, наверное, посещать. Я чувствую, что все уходят. Я чувствую, что вы, как телополучение, с моим номером ТВ. Новости я туда никто не убежал. А, корректно спросить? Такой вопрос. А, ну, есть на место заведующая в оканде? Или пока еще нет? Не знаю. Какие требования должны быть? Высшая профиль на... Это не конкурсная посада. Мы можем дать оголошение про замещение в оканде посады. Вообще надо брать молодых людей. Я не буду интересованы ни тех, кого. А, ну, маленькие дети. Жители, города, жители. Откуда что-нибудь? Слушайте, у нас должно быть. Посадник, у них даже будет. Там маклев, не возьмешь. Я не знаю. А вы звоните? Михаил. Михаил. Хочу сказать, как он называется. Анжела. Анжела. Я прошу прощения. Кто вообще какой-то инцидент? Чего? Вы? Кто был конкретный там, инициатор? Кто нашел это все? Кто пришел? Я позвонила родителям. То есть ты да. Ну, во-первых, спасибо, что ты как бы... А что вы так не... Я ребенок... А что ты не позвонила ему? Анжела, я дело в том, что там постоял. Я тогда именно не был. Понимаешь? Я вот там... Дверь. Просто то, что там лежит, оно уже недель и день лежит. Это садик. Понимаешь? Это садик. Это садик. Понимаешь? Это садик. Это садик. Маша, не так? А идемте по кабинетам вашим пройдемся. Идемте. Идемте. Идемте по кабинетам. Идемте по кабинетам. Идемте по кабинетам. Давайте так. Скажите, пожалуйста, кто сейчас работает в кабинетах? Кто что? Нужны повара. Да? То есть вы ведите полностью... Ну, это в вашем праве. Вы правильно приступаете. Вы берите предъявляющие претензии. Мы не можем остановить работу первого сада. Почему? Когда ремонт пункт пришел, все все остановились. Подожди, послушай, пожалуйста. Да? Дело в том, что садик, в принципе, не работал. Я понимаю, что два садика объединились в один. Когда там были проблемы немножко с запуском кухни. Вот ты поняла, да? Сейчас кухня запустилась. И нужно продолжать этот процесс. Потому что не у всех родителей есть время держать детей дома. Кто-то работает в Одессе и так далее. И так далее. Первый садик я разговаривал вчера. Аня разговаривала с директором второго садика. Это очень тяжелый график. И это большая проблема. То есть это нереально по садиках объединились. Садик не просыпаем. Я думаю, что там нет. Там единственный вопрос. Вопрос такой. У нас сейчас два вопроса. Один, что случилось, и это я уже все услышал. Второй вопрос, что делать? Я вижу, что это на службе без ваших вопросов. Я вижу, что наш город гниет. Он гниет. Понимаете? Вы только что спросили. Вы только что спросили. Что надо для того, чтобы было? Закон, чтобы работал там. Кто отвечает за то, кто за то? Все отвечают. Директор, заведующий, мэр и все. Каждый отвечает. Так вот, вчера сфотографировали. Надо было вызвать милицию туда. его veut под Сейчас, кто первоначальный номер. И пускай, вы что знаете. Они... А, по улише armas! Ни просто так. А, катар difficulty, я Partners. Нет, я ничего не решаю. Я решаю вот здесь. Я еще раз говорю, если люди будут бояться, если люди будут бояться, здесь, это то, что закона боятся, что посадят, понимаете? У нас никто ничего не боится. Неси, девочки, неси с поля, все сидящие, никогда в жизни ничего так вот не, ну прямо вот так вот, да? В том числе и стоящие. Понимаете? Так что, ребята, давайте так. Определилось? Я не говорю, что их надо, не надо, это вообще мера. Понимаете? Если мы будем вызывать прокуратуру и милицию, в первую очередь мы ее вызовем к вам, к вам в первую очередь. Да, пожалуйста, Аня, ко мне. Ну, пожалуйста, тогда хорошо, если пожалуйста, ко всем вам, ко всем, не только к вам лично, к вам, к мэру, к заммэру и к вам. Все, все, приходи. Хорошо. Прокуратуру. Она проходит. Мы не пришли ругаться. Правильно. Правильно. Ну, вы же говорите, за этот кыльм, который 20 лет назад... Это было бы как-то кейли. А почему я здесь подчиню? Прокуратура. Это, что, я снялся. А вы снялся. А вы снялся. А вы снялся. А мы к нам. Это что, я к нам. А че к вам покупаешь? Все, а дошел? А дошел? А дошел? Мы пришли к себе в доход. Наши дети ходят в зону. Сенья кричает. Давай не надо, кричать. Не кричать. Зачем тратим время кашей? Мое время кереть всего. Я вам честно говорю. Ну, всех такая история. Ну, всех. Правильно? 5 раз я с вами делаю. Конечно. Давайте как-то ставим точку на тем, смотрите, мое мнение такое, блокировать сейчас работу детского сада нельзя, навести порядок в комиссиях нужно, родители... А нельзя блокировать? Детский сад. Анжела, дай я уже поговорю, хорошо? Я тебя слушал в течение часа. Работу детского сада... Мы вообще не к тебе пришли, мы пришли в мэр. Начнем с этого, тихо, не ругайтесь, не ругайтесь. Подождите, не куда, не сказать даже. Вы и с этим не согласны, Анжела? Я не согласна, что вы много говорите и ни хрена не делаете. Я? Лично я. Я не говорю лично ты. Я говорю все. Все говорят много, все такие умные, а никто ни хрена не предпринимает в этом доме, господи, святом. Подождите, пускай говорим. Подождите. Я уже... Вообще... Вообще было вчера. Вот вчера, когда я в этой говне дрилась, понимаешь, вот это было вчера. Вообще. А сегодня это уже просто ужасно. Анжела, для того, чтобы садик заработал, мои рабочие там работают до двух часов ночи. А та компания, которая... Я их видела. Видела, да? А та компания, которая там работала, я их выгнал, потому что они пьяных людей набрали, вот они там тасовались. Вот я лично пошел туда с мясским головой, я пошел туда с мясским головой, и вот с Мерславой Михайловной, и мы просто выгнали их оттуда. В тот же день поставили рабочих. Я вам скажу больше. Не торпят вместе с нашим, не поворали. Правильно? Ну, я сейчас... Поверьте мне, девушки, сейчас мои рабочие работают за мои деньги. Я понимаю. Понимаете, да? То есть им диктерны. Наша та компания, которая там была, вот они, вот они чистятся у нас в исполнителе мужского. А здесь мы своими... Получается, им же уже оплатили работу. Понимаете? Опять хищение. Вот и все. Смотрите. Кого посадить? Я скажу так. Один из моих работников вчера отказался, вот он мне перезвонил, сказал, я работать больше там не буду. Потому что до двух часов ночи он работал только из-за того, что там ребенок у него ходит как бы в второй садик, тоже как бы в ситуацию прошел, да? Вот он мне сказал, я работать там не хочу. То есть я трачу время своей семьи, трачу свое время, да? Я бы снялся со своего объекта просто, он говорит, я поеду на промо, начну там зарабатывать деньги за своей семьей. Все. Я с ним согласен, я поставлю другого. Что делать с садиком? А теперь давайте так. У нас есть прецедент, и у нас есть как бы, нужно найти выход из этого положения. Мое мнение такое. Сейчас с горяча мы можем на такой винегрет налогить, что будет ухо хуже. Смотрите, дело в том, что есть, послушайте, есть у нас руководитель, в любом предприятии есть руководитель, да? Понятно, что все шишки как бы на нем сыпятся. Я вот сколько сейчас времени там пробыл в этом детском саду, я понимаю, что она как ела вот так вот бегает вокруг себя. И каждый к ней приходит, задает какой-то вопрос. Вот так вот это все. Кто же взлетит? Я имею в зубах. То есть, так, мой ребенок в садик не ходит, мы с семьями не дружим. Это мнение со стороны. Понятно, да? О чем я тебе говорю? Это заблуждение. Это большое заблуждение. Аня, я говорю, ты меня слышишь, Аня, я говорю, давайте мне до слуса есть. Потому что это заблуждение. А потом задашь мне несколько вопросов, хорошо? Давай вот так. Хорошо, смотрите, дело в том, что мое мнение такое. Нужно устранить, конечно, причину этого всего. Найти сейчас человека, виноватого точно в этом, именно вот в этом хищении, которое вы носили. Я еще раз повторяю, еще раз тебе повторяю, большое спасибо. Вы их назначили, вы их не выявили. Вы назначили виноватого. Ну, так у меня вообще надо, наверное, прощать. Неправильно это немножко. Давай так, смотри. Правильно. С какой кончат головы. Уже стучни. Вадим, тираж в фондации, я виноват. Глава и ся. Глава и ся. Глава и ся. Глава и ся. Пусть скажем, мы потом скажем свое мнение. Вы потом зададите мне какие-то вопросы, мы это все отрекулируем, если голова примет решение и дальше будет идти уже своим путем. Я просто пытаюсь вам объяснить. Забракировать работу детского сада нельзя. Поставить жесткие рамки можно. Жесткие рамки ставьте какие-то. И вот будем их придерживаться. Ну, просто-напросто сейчас уволить весь коллектив, а кто-то уйдет оттуда в качестве, ну, я не знаю, в холодильник, в солидарии со своими сотрудниками. Но вы предлагаете. Послушайте. Что я предлагаю? Первое. Послушайте меня. Ужесточить систему допуска в детский сад, родственников, которые могут прийти и что-то взять во время. Ну, понятно. Во время рабочего дня. Или вы думаете, они все идут? Некоторые идут, конечно, с сумками после рабочего дня. Мы сейчас говорим о том, что делать, да? Как это прекратить? Вот, смотрите. За это все отдал. Первое. Нужно установить видеонаблюдение. Это минимум. За что-то еще? За что-то еще? Кто будет проведиться в видеонаблюдении? Юрий Петрович. Это есть онлайн-трансляция. Хотели сказать что-то? Я хотел сказать. Поверьте, вот это то, о чем мы сейчас говорим, это человеческий фактор. Пройдет в месяц два новые сотрудники опять будут увлечены. Да. Единственная объективная такая система, которая вот может нам помочь. Вы не можете каждый день ходить в садик, да? Конечно. Можно обратиться к городскому голове, чтобы он помог там, нашли какие-то средства, установили систему видеонаблюдения с доступом каждого родителя. Ставится на кухне, кладовом. А садик нельзя. Да можно. Поверьте, у меня написано... Это частый объект, что ли? Ну дайте я скажу, можно, да? После того, как установила систему видеонаблюдения, два охранника уволились. Им это стало неинтересно работать. Поверьте, когда поставим систему видеонаблюдения в ключевых точках, вплоть до каждой группы, но сначала на ключевых узлах, им будет храниться информация, и любой родитель может в свободное время зайти даже с телефона посмотреть, как что готовится, половина работников сами напишут заявление и уйдут. Те, кто за собой чувствует какие-то проблемы. Это то реальное, что мы можем сейчас делать. То, что сейчас говорят, я скажу свое мнение. Уволить всех подряд, да. Уволить как бы нужно, но нужно сейчас найти замену. Совершенно правда. Послушайте, зайти на кухню постороннему человеку без освидетельствования, без медицинской книжки, это минимум неделя сейчас нужно. Мы сейчас обрежем все концы. Вот. Тут уж такое, неделю можете вы походить, контролировать кто-то комитет и все. Пока найдутся новые работники, пока пройдут комиссию и все остальное. То есть правильно, уволить всех, это не... Хорошо, а мы можем на неделю заклицать, чтобы нормально закончили ремонт, чтобы нашли каких-то сотрудников? Подождите, я не могу спросить это у родителей. Нет, я подаю вопрос, я не предлагаю. Я думаю, что у нас, типа, далее есть компания, которая этим занимается, и при большом желании финансирования это в течение недели система может быть сконтирована. А кто профинансирует? Ну вот это нужно как-то городской голова совместно с родителем. Девочки, мы каждый день платим за туалетную бумагу. Пока мы будем искать, пока мы будем искать, кто это профинансирует, это пройдет время. Сами скинулись, но это не так дорого стоит. Смотрите, сейчас очень много жителей. Сейчас массово ставят на подъездах, в подъездах камеры наблюдения. Сейчас немножко это все упростилось, то есть нужно ставить регистратор, это на общий блок выводится и фиксируется. То есть стоимость где-то одной камеры порядка 50 гривен, 50 долларов с установкой. Это нужно посчитать просто, где нам нужны камеры, сколько нужно денег. Ключевые точки, это родители должны решить, что они хотят видеть. А по поводу можно или нельзя, это можно. А выход в онлайн трансляцию, это платно будет или бесплатно? Платно хранение информации, то есть в течение недели, припустим. Посмотреть может любой человек с доступом с любой точки онлайн. То есть любой родитель заинтересовался, что творится на кухне. Вы не можете каждый день ходить, но если они будут знать, что за ними наблюдают все время, поверьте, там немножко изменится. Вы знаете, я работала в Сильфо, где тоже был обеден обведен обведение. Так как работать не вне Сильфо, там обведен обведение нормально, но это не составляет труда вообще своровать. Так что проблема, наверное, у всех нас. Это единственный способ контролировать, постоянно. Почему-то на лавочке сидят, не можно просто так уроком. А так. Идет сдача, почему-то не занесет свой последствий. Такие не торопят. Не все инициативы управляют. Мы не говорим о сознательности, мы говорим о том, что человек будет понимать, что в праве самообъема. А вы думаете, что персонал, который в саду согласится работать? Ну вот послушайте, мы плавно к этому и пришли. То есть после установки видеонаблюдения, я думаю, что очень большой процент работников просто отсеется. По крайней мере, с кухни. Но в этот момент мы будем искать им замену, правильно? Ну это да, естественно. То есть замена будет по-любому. Не сейчас, по-моему. Послушайте, Анжела правильно сказала. Видеонаблюдение, проблемы не решили. Потому что хочется воровать и не будет воровать. Послушайте, я бы вот так вот ложил. Видеонаблюдение так, посмотреть, как занимается воспитатель на улице Себенка. Если на каждый день раскинуть 200-300 долларов до группы на всех, то это получится по 50 рублей от силы. Если раскинуть от силы, я думаю, что родитель будет назад. Послушайте, еще один немаловажный вопрос. Любая видеокамера вам покажет, что человек зашел с сумкой и вышел с сумкой. Сошел без сумки, вышел с пакетом. Ну нет, человек сошел с пакетом, да? И вышел с пакетом. Ну что было в пакете, никто не знает, даже никто не знает. О чем речь? Если будут приезжать с мелки, стоять камеры, где они со склада, принесли в продукцию, и заложили, либо положили, увезли с пельком, это не... Юрий Петрович, это будет у нас шоу. Я буду платить, чтобы посмотреть. То есть там будет настолько много камер. Ну а другого выхода нет. Я не про это. Ну давайте как-то не мамы только. Давайте как-то... Юрий Петрович, я вчера разговаривал с работником, бывшим работником детского сада, и я вечно... Ну после этого инцидента я просто вызвал человека, приехал к нему домой и пообщался. И что? Это присутствует, это присутствует, и не только в детском саду. Это присутствует. И они друг друга знают, и понимают, и знают, как работают, это присутствует. Ну не хочу перечислять, заведение новых всех приказов. Если не будет, если будут вести открытые двери, если будут приходить родственники во время рабочего дня... Как ты не можешь запретить приходить мужу на работу? Как ты ему... Что это такое? Родственников, не подсажалников. А как? Это что-то, я не пришла, не нормально, что-то тебе придет жена, надо сказать, что ты ему... Зачем ко мне придет жена? Если что? Я вышел в строительство. Петра, 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 если ко мне пришел муж на работу, выйди на мужицу, решивший свои дела. Без пример. И после, и назад, и назад. Ну слушайте, я не... Немножко неправильный пример такой, да? Да, да. Я решила, что-то за результате доказано, я не хочу понять. Немножко неправильный такой пример, но как бы так... В наших странах-соседях там присутствует такая практика, что есть один, как бы, выход, один контрольный пропуск. И к этому приходят все. Как в школе, с охранником на контрольном пропускном месте. Проверяем. Конечно. И все это, как бы, ну не то, чтобы проверяется. Можно охранником раскупить, и что? Ну ничего, правильно. Что все вещи? Запретить, опять же, послушайте меня, поставить камеру и запретить приходить туда с большими сумками. Потому что все равно они вот как-то так, бачком идти. И вот они сами будут смотреть, как это там показывается. Я тебе скажу, как у нас судьба мясо воровал один сотрудник. Он тупо пищевой пленкой обматывался, налаживал мясо себе, обматывался еще раз пищевой пленкой и спокойно выходил. Она махает мясо-то и мясо себе. И ушел с утра. А ты его можешь действительно споймать этого сотрудника на пропускном пункте. Ты его споймала, да? И он у тебя отмечает. А так он просто отдал приходящему родственнику пакет, с которым он пришел с утра. В котором типа там кофта, вещи, ботиночки и все. Понимаешь? То есть тут само хищение нужно как-бы... Ну хорошо. Кто-то будет в один контролировать. Той будет сумки проверять. Не, подождите. Давайте так. Мы сейчас говорим о коллективе. Если это неорганизованное будет, то никто не совпадает. Один смотрит за другим. Смотрите, медсестру... Это только если организованное. Если задействовать все повара. Если будет поменена медсестра, которая будет контролировать... Ну тут есть два варианта, девочки. Послушайте. Либо у нас дети не доедают, да? Порции у них меньше по грамматуре. Либо... Они не пивали. Они не пивали. Слушай, слушай. Либо дети не доедают, Либо они завышают показатели по граммату. Правильно? То есть они... Вас заставляют больше скидываться... Непосредственно на голову. Могут быть нарушены нормативные... Но откуда-то появляются эти килограммы, которые можно забрать? Если порция соответствует... О чем мы говорим? Вадим, вы видите, чем они кормят? Крайский борщ, сырого цвета. Блин, ну... Я не появился там... Ну 6 часов. У меня там не было и вот такое там... Вот смотрите. Такое не все. Каждый день, каждый год, каждый год. Ты еще на саду работала про коробку. Боится теперь у детей. Что вы сказали? А... Минусы на обыкновение свежей фруктов. А здесь сушка, которая у них в треске не будет зрения. Не нравится, что у мешка стоит. Ее шану использовать, правильно, детям? Они же хорошие продукты себе забрали. А скажите, что там... А вот это дети не доедут? Смотришь. Что ты делаешь на такой вопрос? Вот это не с тем, что... Это, я надеюсь, это произошло на детском макере. А второе у нас как? Да. 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 А где? 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 Все люди? Все люди? Все люди? У нас есть пожирная сигнализация среди этих проблем. У нас есть огнегасники, которые нужно перезарядить. Попроб tenim. Перезарядить, перезаправить, и где-то... То есть на которое вы знаете, что они у вас здесь просроченны? Попробуйте! Представьте, подождите! Как вы знаете, что они просрочены и сейчас сидите здесь и даете этому добро! Все, вы должны брать, просто в роспись, расписаться и уволиться. А куда пожарники наши смотрят? Они знают. Короче, я считаю так, мы это не должны решать. Мы вам показали, а вы, извините, решайте сами. А мы ждем от вас решения. Потому что это собакан. Вы решаете, у вас есть стандарт, а кому решать эти вопросы. Вы решайте, а мы будем контролировать. Скажите, пожалуйста, вы согласны с моим мнением, что просто-напросто сейчас весь коллектив увольнять нельзя? Заведующую надо уволить. Смотрите. Хорошо. Смотрите. А сколько папа вы работаете во втором саду? Четыре. Мы можем два суда кинуть, а два и у нас ставить. Я думаю, медсестра может неделю после того садика проходить к нам. То есть медсестрой у нас проблем нет. Правильно? У нас поварают. Так что мы поварим не мое проблем. Идеально. Я думаю, в садике поможет. Смотри. Мое предложение, я не знаю, примите его или не примите. Мое предложение такое. Опять же, не рубить с плеча. Коллектив оставить. Максимально провести. Давайте я закончу. Давайте я закончу. Послушайте меня. Ну, коллектив оставить. Провести максимально беседу. Да кто же это? Не кричите. И ровно кричите. Это уже было. Это продолжается включение беседы. После включения камеры. Если там настолько все. Они живут из-за маленькой зарплаты. Из-за того, что они могут брать продукты. За какую маленькую зарплату? Послушайте. Они после установки... Маленькая зарплата. Маленькая зарплата. Вадик, они продают мясо в садике. Прекращай. В садике вези на примене. Продаем за телятина. Завтра поставлю. Продаем. Все продают садики телятина. Они работают по скрыту. Это нормально. Это длится все года. Это не вчера. Вчера я в саде зашала. Потому что завтра там не было никого. Да, да. Это не только в садике. Я срывал. Да, да. Это не первая вещь. Это не первая вещь. Я сказала, что завтра их не должно быть. Завтра их не должно быть. Но завтра их не будет. А как вы сидите? Аня, завтра будет. В втором садике есть четыре фото. Все люди, которые там работают. Вот которых назначили виноватые. Именно виноватые. Все. Три человека, которые не знают ответственность. И видят это все. И эти руководят заведующие. Шеф. И медсестра. Да. Вот хотя бы их уволить. И это уже решит большую проблему. Да. Даже по минуте. Даже по минуте. Хороша. Хорошо, что вы уже сделали. Какой-то план действий. Всего наслечитировал. Я просто понимаю, что больше вас в коллективе не соберешь. Можно соберешь. Соберешь. Это все началось вчера в ночь. А то, что вы узнали, это было после 5 вечера. Это 2 часа вечера, что вы не знаете. Смотрите. Вот минимум, просто по логике вещей. Вот Катя рассказывает. Да, мне не было. Она была и считала. Подделено по 5... По 5 килограмм селедки. То есть минимум это 5 человек. 5 лимонов. 5 лимонов. Таким количеством, один на 10 килограмм пят! Хорошо, кого обещает, там 6 человек, 4 повара, 3 сестра... А я вам скажу, ну да, я знаю, есть у кого-то, 2 повара, онлайн говорят, я не уверена, а процентов, потому что много информации... Хорошо, а какой повар можете провести самобеседник? Это пусть Михаила. Заведующий, это не первый скандал. Я не буду говорить имен сейчас. Я просто знаю, что с этим человеком не делили. Но это не неё. Если с ним не делились, потому что, может, она не потерпела, то, может, это борт, пускай работает. Новенькая, новенькая. Вы понимаете, как они её? Потому что и поэтому и не те. Ещё не проверяли. Как они её занимают? И шеф. И всё такое. Понимаете? Боже, тут квартира спали. Значит, это то, что мы поставили камеры. Мы будем, конечно, это наблюдать. Но вот этот руководящий состав... Новый состав будет работать на камере. Новый состав набирать и мы с другим составом будем набирать. Мы увольняем пять человек. Мы увольняем. Вы сделаете собрание, выберите новый состав родительского комитета по контролю за едой. Будем вместе работать. Скажите, пожалуйста, можно... Ну, пока, если сейчас уволят состав, даже заведующий, может ли второй садик взять на себя некие обязанности за дополнительную плату? Она может как-то встать на... Ну, я не знаю. Если заведующая заболела половину, то кто её заменяет? Я не знаю. Сама не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Вот. 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 Вот заведующая попала, не дай Бог, в больницу. Вот пускай этот человек... Ну, не знаю. Но он должно быть. Но временно будет выполнять тут обязанности. А мы пока подыщем. А может... Как-то так. Безвыкодной ситуации нету? Да, Евсей? Нет. Скажите, еще такой вопрос по видеонаблюдению. Все-таки, если мы уже беремся за это все, то я считаю, что нужно взять первый садик, второй садик, школу. Это в ваших, как бы сказать, не то, что интересах. Взять, собрать родительский комитет, родителей собрание, общее собрание в каждом. Потому что у нас так, у нас, ну, как бы, наши детки здесь, мы у нас проблемы. Там наши, там детки, там пусть сами. Нет, давайте брать все садики, все школы, все, собираем собрание. Пусть родители даже за свой счет ставят видеонаблюдение. Мы не объеднеем за эти деньги. Мы туда столько вкладываем. Да, поэтому давайте собирать вот на следующей неделе, в понедельник, вот за эту неделю. Вы сообщаете, все родители подготавливаются, что в понедельник везде, везде будет собрание. У нас есть программа по видеонаблюдению всего города, но, к сожалению, нету денег. Поэтому... Все, мы сами за свой счет. Все, карта, мы и на день. Вы с ним можете заговориться? Да, Абадовский, Иван, 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 Иван. Мы сами все это... Может, у нас есть собрание, а может, у нас каменьное телевидение. Хочу не ждите, я на все поберу коллективы, потому что, если будут коллективы против, батьки ничего не сделают. Я инициатива коллективу, батьки, моя, и люди, мы спільно работаем. Хорошо. А подождите, а чего им бояться? Один правильно сказал, поставили камеры. Если человек что-то нарушает, то сам уходит. Я не говорю по юридическим стороне вопросов. Значит, нельзя в бытовках ставить, там, где не переодеваются, не в раздеваниях. На кухне, в общественных местах разрешено законами. Не имеют они права воставать там. Не хотят, чтобы это просто в школе не было. Я не хочу сказать, что 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 я не хочу сказать. Что вы, в Батькинскую громадскую, поднимаете вы через 120 дворец, как то... Хорошо. Нам нужно конкретный день, когда, на какой день. Хорошо. Значит, мы в понедельник встречаемся здесь. Во сколько? В 9 часов утра. Отвели все, все. Не все могут, наверное, скорее всего не все. Все, многие работают. Не, ну кто сможет, придет. 9 часов. Так это собирается, это по поводу денег, это по поводу... Ну, а когда ты выйдешь? Вечером? Ну, как родительское собрание. Вечером все с детьми придут. Поверим. Мы приходим с детьми, чтобы мы дома. А то-то голланд такой будет, чтобы мы не поговорим. Да я не думаю, что прям... Ты на родительское собрание, что он может без детей прийти. Тогда что, днем или вечером? Давай мы это решим, давайте позвонимся. Давайте вечером. 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 Вечером не все могут, некоторые на работе. Давайте в 6 часов вечера. Все вопросы решать, пожалуйста. Давайте, кто за то, чтобы утром? А кто вечером? Утром. 9 часов утра. Хорошо. Хорошо. Теперь, Маникой, давайте я вам такой расскажу про бюджет города.